В эфире телеканала Самара ГИС. При своем мнении Инга Пеннер, здравствуйте. Повторение мать учения. Минувшая неделя в Самаре ознаменовалась двумя знаковыми встречами на высшем уровне, от итогов которых во многом зависит, как будем жить дальше. По крайней мере, приоритеты еще раз озвучили, так сказать, для закрепления материала. Во вторник в Самарском Белом доме наводили мосты между властью и бизнесом. Губернатор Меркушкин плотно пообщался с представителями буржуазии. В подобном формате встреча проходила впервые, и разговор получился далеко не светский, а вполне себе предметный. Меркушкин еще раз подчеркнул, что не намерен скрывать истинное положение дел в регионе, а оно пока не внушает оптимизм. Если в советские годы, по словам губернатора, экономический потенциал Самарской области был предметом зависти соседей, тот же Татарстан мы обгоняли на 30%, то теперь положение кардинально изменилось. Объем валов регионального продукта по итогам прошлого года в Самарской области лишь немного перевалил отметку в 900 миллиардов рублей. А в том же Татарстане достиг почти полутора миллиардов. И есть над чем подумать. Прогнозы экспертов неутешительны. Через пять лет соседи обгонят нас по этому показателю в два раза. Если, конечно, сидеть сложа руки. При этом Меркушкин, обращаясь к коммерсантам, заметил, что эта статистика, безусловно, скажется и на их бизнесе. Не надо быть каким-то гением или сверхумным человеком. Это абсолютно понятно. Что каких ты бы взглядов не придерживался, пройдет пять-семь лет, и предпринимателю в Татарстане возможностей заниматься бизнесом будет на порядок больше, чем будет у нас. Мы можем многие вещи решить. Нельзя сказать, что мы опоздали раз и навсегда. О том, что еще можно успеть в последний вагон уходящего поезда, если от слов переходить к делу, говорили на другом совещании, тоже организованном в Самаре впервые. На нем представители областных и городских властей, депутаты и общественники обсуждали послание губернатора. Напомню, четырехчасовая речь главы региона прозвучала аккуратно кануне Нового года. Это, кстати, была самарская премьера. Послание народу и его слугам предшественники Меркушкина не читали. Тогда же в декабре губернатор не только озвучил все, что думает о Самарской области от коррупции до экономической стагнации положений дел ВПК, но и наметил, по сути, программу «Максимум» на несколько лет вперед. Вот ее обсуждение в Самаре и стартовало на неделе с подачи городских властей. На что хотел бы я обратить внимание. Конечно же, послание касалось не только отдельной категории и отдельной ветви власти. Послание касалось всех уровней власти – исполнительной, законодательной, бизнес-сообщества, гражданского общества в целом. Объединившись, проникнув в важность задач, мы, конечно же, найдем возможности, силы для того, чтобы реализовать все задуманное и все намеченное. Одна из глобальных задач – подготовка к чемпионату мира по футболу 2018. Помимо Мундиаля, Самаре предстоит решать и много других, набивших оскомину проблем. Уйти отточечные застройки, построить, наконец, качественные дороги, обеспечить жильем тех, кто в нем нуждается – молодых семей и обитателей ветхого и аварийного фонда. Всего 17 направлений. Жизнь города, она очень многогранная. И задач, которые требуют немедленного исполнения, губернаторам поставлено было очень много. Благоустройство, проведение серьезных работ и изменений в области жилищно-коммунального хозяйства. Неуправляемые. Сфера ЖКХ и впрямь требуют скорой помощи. Вот уж где реанимационные мероприятия, начинать нужно было еще вчера. В декабрьском послании губернатор, кстати, отметил, что Самарская область входит в тройку самых проблемных регионов страны. Колоссальный износ инженерной инфраструктуры, доходящей до 70%, абсолютная непрозрачность финансовых схем. Здесь в первую очередь речь идет об управляющих компаниях, управу, на которых сейчас и пытаются найти. Жилищная инспекция, которую недавние законодательные поправки наделили практически прокурорскими полномочиями, в феврале отчиталась. С 2012-го было выявлено почти 30 тысяч нарушений технической эксплуатации и ремонта жилого фонда. Это самый высокий показатель ПФО. К тому же Самарская область вошла в тройку лидеров вместе с Москвой и Московской областью по сумме штрафов, наложенных на коммунальные конторы. Свыше 52 миллионов рублей. Это, кстати, в два раза больше, чем позапрошлым году. Как снежный ком растут претензии к коммунальному бизнесу и со стороны прокуратуры. За неубранный снег и нечищенные крыши возбуждены десятки административных дел, не говоря уже об уголовных расследованиях. Ведь управляющие компании региона задолжали поставщикам услуг 2 миллиарда рублей. Суммы большие. Есть и уголовные дела. У нас практически в отношении управляющей компании, то есть по линии ЖКХ, возбуждено 44 уголовных дела. Это по нашим сведениям. Ну там не считаем мы те эпизоды. Сейчас порядка, по-моему, уже 45. Все время идет движение. Есть дела, есть конкретные дела. И раз возбуждены, значит, имеют составы преступлений. Коммунальные беды вообще главные в списке самых злободневных проблем, которые волнуют россиян. Если верить социологам, они даже инфляцию обогнали. В Самаре более половины опрошены, говорят о том, что управляющие компании работают плохо. Треть и вовсе уверяют, что ужасно. Всего 2% поставили предприятиям с веры ЖКХ четверку. И никто не оценил их работу на отлично. Снег убирать не своевременно. Жалобы и обращения фактически игнорируют. Просили убрать, навести порядок в подвалах, где труба ржавеет и все течет. Говорят, сами делайте. О-о-о, разогнать надо всех. Всех разогнать. И новых надо поставить. Иногда выставляют такие счета, что, в общем-то, удивляются, откуда все это берется. Скандалы вокруг управляющей компании в России, в том числе и в нашем регионе, нередки. Нередки случаи, когда управляющие компании становятся банкротами. Хотя граждане платят за оказанные услуги. Нередки случаи, когда гражданам насильственно, либо без их согласия, в общем-то, предлагали поменять управляющую компанию. Отчасти получается, что часть граждан, которые, скажем так, делали не совсем осознанный выбор, оказывается ситуация с заложником. Потому что поменять управляющую компанию отдельному жильцу фактически невозможно. На мой взгляд, проблема достаточно простая. Пока существует монополия в предоставлении услуг на определенные территории, решить этот вопрос невозможно. Отсутствие конкуренции в этой среде, в прямом смысле этого слова, отсутствие конкуренции порождает некую безусходность. И эта безусходность в том числе и оставляет людей говорить о том, что это проблема номер один в их жизни. Опросы социологов, кстати, говорят о том, что 91% респондентов даже не участвовали в выборах своей управляющей компании. Я даже не знаю этой компании. И кто там обслуживает, чего, не в курсе. Но вы не знаете, потому что хорошо обслуживают или просто не хотите узнавать? Не хочу узнавать, честно говоря. Обслуживать все равно плохо и лучше не будет. Это я знаю точно. А судиться с ними пробовали? У нас сил нет для этого. Мы маломощные. Это тот судится, у кого там карманы большие, те судятся. А нам что судить? Если судиться одному человеку с компанией, я думаю, это неправильно. То есть с компанией должна судиться соответствующая компания. Или, допустим, если я буду нанимать какого-то адвоката, то есть человека, который в этом специалист. Через это долго, это дрязги, время. Если кто-то хочет сказать, что бардак в стране, то я скажу так, бардак у вас в головах. Потому что вы не хотите ничего делать сами. Главное оружие военного пенсионера Павла Куркина последние три года – это ручка и бумага. Выиграв уже четыре суда у своей управляющей компании, он доказал – один в поле тоже воин. Вот копия решения суда, то есть от 12 октября, по которому был произведен возврат денежных средств. Пусть сумма небольшая, но дело принципа. Вот здесь есть другие квитанции, по которым выставлялись незаконно платежи и говорили, что я их должен оплачивать. Более того, я вам даю пакет документов для того, чтобы никто вам не сказал, что это клевета. Судебные бои с коммунальщиками начались сразу же после новоселья. Павел Куркин отказался платить за отопление балкона и лоджии, где нет батарей. И Фибида его поддержала. Условно умножьте. В моем доме 129 квартир. Незаконно выставленный платеж почти 2,5 тысячи. Я округляю для удобства подсчета. Сколько незаконно с людей собрали деньги? Вы можете примерно найти этот вопрос? Эта сумма около 300 тысяч. Вопрос, куда их направили? Но дело не в деньгах. Дело в том, что я не хочу быть за собственные деньги дураком. Дальше больше в своей квитанции мужчина обнаружил статью расходов с многообещающим названием «прочие» и доказал в суде, что не обязан платить непонятно за что. С тех пор его не только стали бояться местные коммунальщики, но и, как ни странно, стороной обходить соседи. Получается, что вы единственный в этом доме обладатель такой вот счастливой квитанции. Все остальные люди-то платят. Да, да, все платят, кроме меня. Все говорят, даже сказали так, мы готовы за тебя платить, только молчи. А почему я не могу понять? А потому что это удобно, то есть как бы быть таким, как все. Я не хочу быть серой массой, я личность, я человек. Оказывается, белые вороны еще существуют. В природе это большая редкость, но по счастью у нас есть. По счастью у вас есть. Да, да. Эта косность мышления немножко связана с тем, что это сложно, это дорого и, правда, невозможно найти. Хотя, как показывает практика, на самом деле, ведь почему у нас с каждым годом на 20-30% увеличивается вообще количество дел, которые рассматриваются в судах общей юридикции? Потому что, с другой стороны, получается это максимально эффективный способ отставления своих прав. Но, опять, в любом случае, ведь этот гражданин, он ставит свои права, он остается в неизбежном точке отсутствия выбора другой управляющей компании. Он в любом случае, знаете как, входит в суды с одними и теми же. Глобально снять напряжение с вопроса качества услуг, на самом деле, судебными исками не получается. Но вода, как известно, камень точит. И количество таких тяж в самарских судах, говорят юристы, все же увеличивается. Хоть и не в разы, но тенденция есть. И в 2012 год в этом смысле стал перелоном. А в 2013 году эксперты ждут того же. В необходимости поставить ЖКХ под гражданский контроль, говорят и федеральные верхи. В феврале президент Путин предложил создать общественные организации, которые будут следить за качеством услуг и ростом тарифов. Предполагается, что подобные структуры в регионах могут появиться уже в мае. Пока функцию такого вот общественного контроля негласно выполняют журналисты. Это последняя инстанция, когда уже написаны тонны жалоб, а в ЖЭУ, РЭУ и прочих конторах с неблагозвучными аббревиатурами хранят угрюмое молчание. Журналисты, скажу прямо, народ вредный, дотошный. И с этим коммунальным контором давно пора смириться. Вот вам и пример. Продолжение истории о том, как управляющие компании относятся к своим обязанностям. Ничего личного, только факты. В декабре прошлого года наша съемочная группа побывала в доме 241 и 7-й просеки, где и оценила местную разруху, шатающиеся ступени, разломанный каркас, теплоузла и балкон, который пошел трещинами после неудачного ремонта. Директор Приворского ПЖРТ Минахмед Халиулов, именно его конторе жители 7-й просеки деньги ежемесячно платят, поначалу долго рассуждал о несовершенстве мира. Если у нас обратиться, скажем, в образование или в медицину, там тоже не все блестит, правильно? Я уж не говорю про ракетостроение. Поэтому, если говорить про ЖКХ, конечно, там очень много вопросов. А затем все же дал слово. Я вам торжественно обещаю, что этот дом возьму под личный контроль. Спустя полтора месяца, думаю, пришла пора узнать цену, честного слова, бизнесмена. Выяснилось, что лед еще не тронулся, но уже дал первые трещины. Вы, допустим, сегодня были, а через два дня у нас уже здесь работали рабочие. То есть вот благодаря вам. А если бы вас не было, мы бы, наверное, вот все это было в таком состоянии, как вы сняли. Не знаю, Минахмед Мадихатович, что у вашей рабочей написали в смете. Но согласитесь, евроремонтом это, конечно, не назовешь. Перилы по-прежнему шатаются, ступени, слава богу, укрепили. Но как? Доски даже не покрасили. Все ступени, допустим, разные, но надо было бы до конца сделать. Ладно. Эти две ступени оставили. Закрыли тепловой узел. Ну, естественно, не покрашено. Трубы не покрашены, свет не сделан. Через день приехали, сделали. Здесь закрыли тепловой узел. Но дверь не исправили. Посмотрите на нашу входную дверь. Вы меня поняли. Ну и до главного балкона, который трещит по швам, руки сотрудников Привожского пожирта еще не дошли. Зато жильцов они уже успели взять расписку. Ко мне приходила из РЭО, фамилия, я не знаю как, и дала мне бумажечку, предписание, чтобы на балкон не выходить. То есть нельзя, значит, туда выходить. Я расписалась. Допустим, я не буду выходить на балкон, но весь вопрос в том, что беспокоит нас больше всего другое. Вот сейчас снег лежит, а если вот этот угол отколется, вот, ну вы меня поняли, уйдет колонна наружу, она потянет за собой стропильную систему. А раз потянет стропильную систему, то крыша, конечно, разрушится. Вот укрепили эту арку, тут не поймешь, что за архитектура такая непонятная. Кто делал? Никаких инженеров, чтобы просчитать, что-то сделать. Так наляпали бетон, вляпали и все. Так что это халтура кругом. Что делают, они неправильно делают. Ну, фундамент рушится. Так что надо, снег зайдет, вот тогда надо и кинокамеры действовать. Что-то мне подсказывает, что на седьмой просеке мне придется побывать еще не раз, так сказать, до победного конца. Так что в интересах руководства Привожского ПЖРТ все же свое слово сдержать. А если ваши жалобы в коммунальных конторах также игнорируют, пишите, звоните. Вместе будем порядок наводить. На этом я с вами прощаюсь. Удачи, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok